Друзья, привет! Мир вам, мир вашему дому, мир вашим близким, мир всему миру. И тут такая тема попалась мне. Ребята мне прислали ссылочку. Она говорит, посмотри, вот тут такая занятная вещь. Ссылочка была на официальный сайт Следственного комитета России. Вот, где сделан был по заказу России 24 ролик. Ловцы душ, так он, по-моему, называется. Он посвящен, да, ролик датирован 22-м годом. Не знаю, какого месяца, ну, 22-м годом. То есть, учитель с ребятами уже два года находился в СИЗО. И эта тема не давала покоя. Никак вообще не дает покоя. Вроде бы уже все, посадили, все нормально для них. Все хорошо. Всех посадили, все, процесс идет. Вот. Я ссылку на этот ролик оставлю и тайминг оставлю. С какого по какое. То есть, там много сюжетов в одном, там, 40 с чем-то минуты найдет. Вот. Много сюжетов. И в том числе, по-моему, второй или третий посвящен учителю. Учителю. В основном это учителя касается. Вот. Я посмотрел. Весь ролик. Весь ролик сделан из моего материала. Весь. И там висит плашка, что там архив Следственного комитета. Я понимаю, то есть, эти материалы могли попасть в Следственный комитет, безусловно. Потому что у меня производили обыск, у меня изъяли жесткий диск, у меня изъяли наш архив. Ну, то есть, это могло попасть в архив их уже. Вот. Но съемки были мои. Монтаж был мой. И все это находится у меня на канале. Опять же, ссылки на эти ролики, которые были использованы, я оставлю в описании. Единственное, что там достаточно много кадров посвящено поиске учителя в Израиль. Вот. Этого ролика нету в Ютубе. Я дам ссылку на Яндекс.Диск, и его там можно будет там посмотреть. Это все. Вот. Почему? Потому что тогда, когда монтировался этот фильм, когда он привезен был, это был 1994, наверное, год. Да, 1994 год. Вот. И вот, собственно, нельзя было публиковать это, поскольку там было. Там много лицензионной музыки. И меня бы это все сразу бы забанили. Вот. Поэтому он есть только на Яндекс.Диске. Ссылочки. Все ссылочки, о чем будет идти разговор, все будет в описании. То есть, если кому-то будет интересно посмотреть оригиналы. Так вот, взятые мои кадры, но то, что под ними прочитано, то, как это все подано, с какой музыкой подано, ну, это просто нечто такое. То есть, я не ожидал, что так можно исковеркать мой материал, который снят и сделан совершенно на другую тему, совершенно другой подачей. Все совершенно другое. Тут все перевернуто с ног на голову. Ну, в общем, потихонечку будем разбираться сейчас. Этот ролик Следственного комитета и, соответственно, оригинал. Ролик оригинал. И попробую объяснить, как все это сделано и что это сделано, и как это все вообще просто в принципе делается. Вот. Ну что, поехали? Поехали. У Торопа были тысячи последователей. Сказано, были тысячи последователей. Почему были? Они есть, и их становится все больше. ...везли Виссариону деньги, лишь бы обрести новую прекрасную жизнь после спасения мира. И обратите внимание, весь ролик сделан так, что подложка музыкальная, она нагнетает атмосферу. Эти тикающие часы постоянно. То есть это все делает, это все воздействует на психику человека, на восприятие его тем или иным контентом. А вот что на самом деле было в этих кадрах. А это кадры вообще из израильского фильма «Поездка учителя в Израиль». И этот круг был совершен вместе с Белой Матушкой. И обратите внимание, на оригинале звук колоколов – это естественно то, что было в Иерусалиме. Септанты селились в созданном Виссарионом эко-поселении в Красноярском крае. Создавалось ощущение, что это идеальный мир. Однако на самом деле внутри города солнца... А это вообще гуляет. Вообще к городу солнца она не имеет никакого отношения. ...для служения мужчине и рождения детей. Большинство адептов переезжало в секту с детьми. А здесь учитель наклонил голову у замырованных золотых врат Иерусалима. Но обратите внимание на текст оригинала. «И тот, кто бдителен, Он наполнится влагой, Животворящей на тот, Кто спит, убаюканный грезами о Божием, Канет в пустыне вечной, С горлом пересохшим». «Русские пищевые ограничения, Что приводило к серьезным проблемам со здоровьем. Существовали трудовые и финансовые повинности. Так каждый человек... Это просто преломление хлебов. Но что из этого сделали? ...должен был отдавать в общину практически половину заработка». «Адепты Торопа стали занимать выборные должности местного самоуправления. Это позволило организации... Чем более влиятельным и неприкосновенным ощущал себя Вицарион, Тем более... А этот учитель сказал слово на горе Синай. И обратите внимание на слова. «Вы слышали? Вы слышите? И да не скажете более. Мы не слышали». «Следователям пришлось не только распутывать многочисленные преступления, Которые совершались Вицарионом и его приспешниками. Они также инициировали...» «По ходу исполнения Джамаки – это еще одно успешно раскрытое следствие дела приспешников Вицариона». «Абилитации пострадавших от его действий людей». «А что так можно было, что ли?» «В конце прозвучала фраза, что нас надо ресоциализировать, То теперь это стало более конкретным. Нас надо девиссарионизировать. Вы знаете, даже появился такой термин девиссарионизации. А для того, чтобы нас девиссарионизировать, Как вот есть такой вот теперь вот этот термин, Надо что сделать? Надо просто дискредитировать имя учителя. А для этого есть очень хороший способ, который работает уже многие века. Многие века это все происходит. То есть для того, чтобы это в глазах общественности Все это было более-менее нормально, Для этого надо демонизировать образ. Либо образ, либо какую-то сообщность людей. Неважно, не суть. Просто в принципе надо просто нагнать какой-то жути на этот счет. И все получится, все будет нормально, да, Все будут так и думать, все будут ругать это все дело. То есть как так в нашем обществе, в нашей стране такое возможно? Как так? Что это такое происходит? И все получится, да, все нормально. Но в данном случае это как-то не работает. Почему? Да потому что 4 года вот учителя уже нету, 4 года как его держат в СИЗО и ребят. А здесь все продолжается, здесь все идет. Здесь все нормально. Более того, люди стали чаще приезжать сюда из-за этой скандальной истории. Потому что скандальная реклама, она самая лучшая. Так вот. Что же, тем хуже, тем лучше, как оказалось. И отцом все давно обыграно. Все будет нормально, все будет в порядке. Все. Это же Божье. Это же Божье. И это невозможно просто как-то взять и куда-то там под плинтус засунуть. Нет, так не получится. Так что термин этот, наверное, скоро пропадет. Я имею в виду для виссарионизации. И вы знаете, ребят, хотелось бы этот сюжетик закончить словами Гамалиила из Нового Завета. Мне кажется, они очень актуальны в данный момент. Хотя это было сказано 2 с лишним тысячи уже. Уже 2 с лишним тысячи лет назад. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если сие предприятие и сие дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и благопротивниками. И вы знаете, так интересно получилось. Я, собственно, записал этот текст весь. И вот окончание записал. И на следующий день буквально выходит обращение учителя в время благопротивников. Видимо, учитель очень громко подумал, громко сказал это. Что уж прям вот достигло. Ну, в общем, ребят, всего вам доброго. Всего вам самого хорошего. Всего вам, всего вам, всего вам, всего. Ребят, все получится. Все будет нормально. Все будет очень хорошо. И это неизбежно. Ребят, такой маленький ПС. В связи с тем, что сейчас вот на Ютубе происходит, то есть, судя по всему, скорее всего, его заблокируют. Я не буду открывать свой аккаунт. Вернее, продолжать его. У меня он там есть на Рутубе. Не хочу я этого делать, поскольку перезаливать 250 видео куда-то, это еще то занятие. И потом мне совершенно неизвестно, что с этим аккаунтом сделать. В общем, короче, это, на мой взгляд, совершенно бестолковая тема. И поэтому все то, что новое будет выходить, оно будет выходить в ВК. Так что, ребят, стучитесь в друзья. Если хотите дальше смотреть, что тут у нас происходит, да как, то стучитесь в друзья, и вы все увидите. Вот тут, собственно, все. Еще раз пока. Субтитры сделал DimaTorzok